Приветствую вас. Для начала давайте мы с вами скажем сразу так, что необходимо разобраться с целями. То есть определиться с тем, чего вы хотите, для себя, например, чего вы хотите, что вам нужно, например, понятно, что вы хотели бы, наверное, имейл. Значит, опять создать семью, да, опять быть вместе с каким-нибудь из своих мужчин, вот, да, с кем-нибудь из мужчин вы хотите быть вместе. Либо вы просто хотите быть любимой и любить, когда обычно, ну, часто, очень люди этого хотят. Вот. Либо, соответственно, да, и еще некая такая подоплека, да, которая, на мой взгляд, ну, может немножечко вас сбивать в смысле, да. То есть может не позволять вам быть той, кем вы по большому счету хотите быть. Вот. То есть здесь вот есть такие довольно важные моменты, о которых нужно разговаривать с вами и которые нужно разбирать. То есть сперва нужно определиться в любом случае с целями вашими. Потому что если вы хотите быть мужчиной, то это, соответственно, одно, и у этого желания есть свои мотивы. Значит, стремиться быть исполненными, вот, но далеко не все из этих мотивов. Являются адекватными, но не все из этих мотивов являются сколько-нибудь, ну, скажем так, позитивными и направленными именно на то, чтобы вам было лучше, чтобы вам было комфортно и так далее. После развода у вас остались определенные мысли, возможно, определенные переживания, может быть, даже страхи какие-то. Вот. Страхи, сожаления, обида, может быть, даже сравнения. То есть сравнения, ну, например, вы можете сравнивать мужчин своих, да, вот с своим людям, например, с которым вырастаете. С которым вы развелись. И так далее. То есть вариантов, как вы поняли, я надеюсь, довольно много. Ну, и, в общем-то, все их, наша задача разобрать как следует, чтобы вы прям вот понимали, что, зачем и как вообще. Это вот, пожалуй, является, наверное, самым важным здесь, если мы с вами говорим о, значит, каких-то таких важных аспектах того, что с вами происходит. Далее. 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 С этими аспектами тоже необходимо разобраться. Почему, как стоит, вот, что кроется за этими нюансами и этими моментами, вот, и, собственно, нужно выделить ваше желание. Потому что оно важно, вот, нужно выделить ваше желание, ваши, точнее, желание нужно выделить. И выделив ваше желание, уже можно будет вырабатывать стратегию того, как вы будете к ним примиться, к этим своим желаниям. И правильно ли вы это делаете сейчас. Потому что то, что заставляет вас находиться в состоянии, в котором вы находитесь сейчас, то, что заставляет вас это делать, оно имеет право на жизнь, оно имеет право на существование. Вот. И нельзя это взять и так просто подавить. Это было бы, это было бы неверно. Это было бы, ну, я бы сказал, это было бы плохо и неуважительно по отношению к вам. Вот. Далее. Можно говорить, можно говорить о том, что развод – это определенная травма. В любом случае, это определенная травма, и вы переживая эту травму, скорее всего, не прожили ее до конца. То есть у вас поменялись образы мира, образ себя, образ мужчин, возможно. И вы руководствуетесь, ну, именно ими, именно этими образами, в общем-то, при том, что эти образы являются ложными. И, естественно, конечно же, руководствуясь ложными образами, вы поступаете неправильно. Вы поступаете неверно, вы поступаете, ну, скажем так, ну, идя по ложному следу, да, логично. И, естественно, вы поступаете неверным, неверному пути, и из-за этого вы страдаете. Это, ну, это дакономерно и, в общем-то, вполне нормально, да. Вот. Тут тоже такой момент – образы найти, выделить и поменять. сделать их обратно, как бы, реалистическим образом. Вот. Значит. При этом, при этом они же вам и для чего-то нужны. То есть, что-то же их заставило, скажем так, сформироваться. И это что-то, это что-то, в любом случае, игнорировать нельзя. Как бы там что-то ни было, нельзя игнорировать это что-то. Образ всегда создается для чего-то. Образ всегда эмоционально окрашен. Да. И, наверное, последнее. Это то, что для вас значит начал и значит развод. Опять же здесь, если можно, если это возможно, да, то по факту. Почему так тяжело вы переживаете развод, что даже уже вот такое большое количество времени вы не можете найти себе мужчину. То есть, вот, почему так? Что заставляет вас, как бы, пребывать в этом, в этом состоянии? Что заставляет вас находиться в этом состоянии? То есть, что для себя такого вы, можно сказать, потеряли, да, что было так болезненно потеряли. Теперь вы, ну, изо всех сил противитесь тому, чтобы это как-то вот повернуть. То есть, ну, может быть, какие-то представления о себе у вас изменились, да, может быть, что-то еще. В любом случае, вот этим тоже нужно быть гораздо. Далее необходимо увидеть связь между тем, что произошло 13 лет назад и тем, что сейчас происходит. тем, что сейчас мешает, грубо говоря, вам реализовывать свою деятельность. То есть, иными словами, почему вот дела, которыми вы занимаетесь, да, дела, почему они эти самые дела вам, ну, в общем-то, хуже даются, чем вот это вот, чем это связано, да, с тем, что дела вам хуже даются. Где связь одного с другим? Вот, в принципе, подобные вещи все и нужно разобрать. Информации вы дали от себя очень мало, вот, кроме имени своего. То есть, вы хотите выйти замуж, но вы говорите, что не могу выйти замуж. Так, а зачем выходить замуж вообще? То есть, чем обусловлена ваша сверхмотивация выходить замуж? Какая за этим стоит цель? Ну, именно ваша вот, какая стоит цель за этим, за желанием выйти замуж? Что вы хотите для себя обрести в этом? Потому что вполне может быть, что что-то вам хотелось бы обрести через замужество, можно обрести и самостоятельно, не обязательно стремясь к семье. Тут еще есть и такой момент, что может быть, я не говорю, что это обязательно так, но может быть, может быть, на вас давят внешние какие-то факторы в виде, например, ну, может быть, в виде общества, каких-то вот общественных взглядов, да, которые заставляют вас как бы стремиться к замужеству. Вот. А здесь также желательно провести коррекцию своей самооценки своих собственных взглядов. и о том толькостве, потому что общество – это общество, а ваша жизнь – это ваша жизнь. И, соответственно, было бы довольно наивно полагать, на мой взгляд, было бы наивно полагать, если вы реализуете все, что хочет от вас общество, то вы станете более счастливы. На самом деле это не так и это иллюзия. Общество, оно, в общем-то, всегда, по большому счету, будет требовать от вас каких-то действий. Общество всегда, по большому счету, будет требовать от вас того, чтобы вы как-то соответствовали его нормам и правилам. Вот. Иногда это хорошо, иногда это не очень хорошо. Вот эти моменты следует также разграничивать. Очень важно не наносить себе вред подобным стремлением, подобным поведением, подобной стратегией, подобной стратегией поведения. Очень важно не наносить вред себе. Вот так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.